Мнение малых и средних предпринимателей слышать не только в городе и крае, но и на уровне страны. Это задача профильного комитета объединения компаний-разработчиков программного обеспечения России Русофт. И недавно председателем комитета МСП в объединении стал наш земляк Виталий Лаженцев. Какая помощь сегодня требуется предпринимателям и какие задачи стоят перед отраслью, об этом и поговорим. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Буквально два года назад в России всерьез и масштабно начали говорить о том, что нужно самим двигаться в этом направлении, в направлении развития программного обеспечения. А спустя два года какие задачи сейчас стоят перед отраслью? Анастасия, говорить об этом и делать начали гораздо раньше. И сейчас разрабатывается большое количество и системного, и прикладного программного обеспечения. Есть решения, которые превосходят мировые аналоги. Даже так? Да, есть, которые наравне, есть, которые отстают. И, конечно, наша задача – это подтягивать отстающие решения, их много. Но здесь есть ряд ограничений, одно из которых – это ограниченность рынка нашей страны. Чтобы нам конкурировать с мировыми вендорами, необходимо продавать на экспорт наши IT-продукты, ну, или услуги сервисные какие-то. Это страны Мена, Азия, Африка, дружественные, конечно, страны. Рудсофт может инициировать различные встречи, круглые столы, инициативы, деловые миссии в страны зарубежные. У нас есть хорошие связи и в плане правительственных структур, и международных структур. У Рудсофт есть свои представители в нескольких зарубежных странах. Поэтому этот процесс, он такой системный. Взаимодействие с цифровыми атташеи – это большое количество действий, на самом деле. И компании-члены Рудсофт, они имеют к этому доступ, они могут в этих миссиях принимать участие. Рудсофт – это одна из старейших и крупнейших ассоциаций. Я уже говорю, 25 лет, недавно отметили в Петергофе. И, конечно, там бесчисленное количество активностей, много умнейших людей. Для меня высокая честь, что я возглавил один из комитетов. А сколько вообще компаний входит в Рудсофт? Ближе к 400. 400. И в основном это все-таки Центральная Россия или представители всех регионов? Ну, да, пожалуй, в основном это Центральная Россия. Ну, хотя бы в количественном таком, просто количественно больше крупных компаний, крупных заказчиков Центральной России. И в том числе, когда я пришел в Рудсофт еще года 4 назад, продвигал направление, чтобы региональные компании подключались больше. Я многих привел за руку сам. И, слава Богу, что мы растем. Я знаю сам, введя дела в Алтайском крае больше десятка лет в IT-сфере, наконец-то мы с вами говорим о моей основной компетенции. Я знаю, насколько не хватает информации, насколько не хватает компетенции, экспертов, доступа к крупным заказчикам. И поэтому сам понимаю, что нужно двигаться в регионы. Вот знаете, когда речь идет о большой компании, компании-гиганте, то кажется, что в принципе у нее проще и с производством, и с экспортом, потому что большая продукция. А если это малая и средняя компания, как раз ваш профиль, то им прежде всего какая помощь нужна? Вот хороший очень вопрос. И я уже собирался было вам сказать, есть действительно ограничения по выходу на экспорт для крупной компании проще, потому что можно выехать, бизнес-миссии, командировки, открытие офиса, представители и так далее. Все проще. У малого бизнеса серьезные ограничения финансовые. И еще проблема в цикле сделки. Цикл сделки экспортной средний три года может быть. Из-за этой компании компания может и закрыться. А чтобы запустить устойчивые продажи, надо два средних цикла сделки. Вот и считайте, сколько это денег может. Конечно, могут быть отдельные успешные продажи, и птица удачи, вы ее поймали за хвост. Но в целом малый бизнес просто не потянет, не выживет. Либо должны быть, может быть, какие-то продукты, продуктовый бизнес, то есть какие-то сервисы малого бизнеса, они могут там работать в других странах. Но опять-таки, это узнаваемость, это маркетинг, много-много всего, что тоже требует ресурсов. Это адаптация материалов к чужому языку, к ментальности, техническая поддержка. То есть тут целый ряд вопросов. И еще есть такая пасхалка, как говорят программисты. Можно потратить много усилий на развитие рынка какой-то страны, захватить его и понять, что он маленький. И в итоге сверхприбыли, или хотя бы больших прибыли, которые ты хотел, ты получить там физически не можешь. Хорошо. А если работать на Россию, то здесь какая помощь требуется? Просто зайти в тот или иной регион, изучить конъюнктуру? Здесь помощь требуется, ну, конечно, деньги, там, можно сказать, да, это хорошо, но скорее это проекты, это заказы. Вот для особенно малых компаний, там, средних, проблема чаще всего это начать взаимодействовать с крупными заказчиками, с корпорациями, которые имеют бюджет и ресурсы. Просто нужен там контакт, чтобы там приняли, и чтобы позволили запустить пилотный проект нашего решения, которое мы сделали, разработали. И, ну, желательно за деньги, потому что без денег совсем тяжело. И, соответственно, дальше дорабатывать это решение вместе с заказчиком, получая от него обратную связь и совершенствовать таким образом наше отечественное решение. Вот этого, пожалуй, не хватает. Конечно, мы эти вопросы решаем, мы к этим заказчикам идем, но в этом плане компетенции может не хватать. Поэтому вот такая помощь бы нам требовалась. Ну, а так еще, конечно, кадровые вопросы, квалифицированные кадры нас интересуют, мы тоже этим занимаемся. Нас интересует снижение административной нагрузки, особенно для малых предприятий. Компания «Гигант», она занимается IT-разработками, и малый и средний бизнес, которые тоже занимаются IT-разработками. В чем может быть преимущество малых и средних компаний в этом плане, или их продукта? Тут, знаете, если говорить про какие-то большие решения, ERP-системы, операционные системы, конечно, это по силам только крупному бизнесу. И здесь работают коллективы в сотне человек. Но если брать, наверное, для вас будет удивительно, обычное какое-то, ну, среднее такое решение, какой-то сервис, то подход большого и малого бизнеса не слишком отличается. В малом бизнесе это одна команда, которая реализует его. Большой бизнес выделяет конкретные продуктовые команды, которые каждый занимает своим решением. То есть это, в принципе, та же команда, ну, допустим, численностью, там, 15 человек, которые его реализуют. Хоть это крупняк, что называется, хоть это наша с вами небольшая команда. Вопрос только в том, какие риски мы можем себе позволить. У крупного бизнеса больше ресурсов, которые они могут потратить, больше экспериментов могут провести, и, наверное, больше возможности зайти к каким-то заказчикам, протестировать на рынке, протестировать в компании, которая принадлежит к своей же группе компаний. То есть попроще, там, входить и работать. Малый бизнес несет на себе все риски. Айти в Алтайском крае, то малых компаний, численно подавляющее большинство, малых компаний, где-то, наверное, больше тысячи, если брать ИП и вообще МСП, сегмент. Если брать, так, Россию, то субъектов малого бизнеса в ИТ, это 200 тысяч компаний, которые составляют 80% отрасли. 80% Анастасии – самые динамично растущие отрасли экономики. И вот этот сегмент, эти малые компании, это команды могут быть 7 человек, могут быть 20 человек. Они могут не входить ни в одну ассоциацию, они просто работают и делают свои продукты. Влияют они на рынок колоссально. Они содержат свои семьи, они покупают продукты, они куда-то стремятся, и они могут позволить себе иногда пригласить очень крутых специалистов и платить им зарплату. То есть это, безусловно, субъект экономики. Я вижу свои миссии объединения их в нашем комитете, в Рософте, чтобы нас было больше, чтобы мы малый бизнес слышали. Но в Алтайском крае IT-компаний больше тысячи, тоже значительную часть, подавляющую составляют, конечно, МСП. А как бы вы оценили уровень их развития, вот именно малого-среднего бизнеса, IT в Алтайском крае? По сравнению с соседями? Вот здесь я просто счастлив, ведя здесь дела, столько лет, Алтайская школа программистов, можно сказать, очень ценится. У нас есть крутые решения и крутые команды, которые много лет работают на мировом уровне. Наши решения востребованы, да. И это, конечно, очень здорово при содействии Минцифры нашего. Алтай – это одно из мест, где работают действительно разработчики, и мы этим славимся. И есть решения в сфере машинного зрения, финтеха, которые востребованы в нашей стране так точно. А то, что мы такая IT-жемчужина, это чем-то обусловлено? Хороший вопрос. Вот про алтайских медиков мы все знаем, а вот алтайские айтишники – это что-то новое. У нас прекрасные регионы, здесь отлично жить. Зачем отсюда уезжать, если есть такая возможность работать удаленно? Ну, это к вопросу про релакантов. Да, и многие, кто… Они называются переселенцы, многие переселенцы, кто сейчас из IT-мира возвращается в нашу страну, они в том числе рассматривают Алтай как место переезда. Поэтому так, кроме шуток, у нас прекрасный, чистый регион. Я приехал из Москвы, и вот сегодня завтракаю в гостинице, и просто наслаждаюсь воздухом, который из окна, вот городской воздух. Просто я никогда этого не замечал раньше, живя здесь. Поэтому можно понять, что… Ну, на самом деле, исторически это сложилось. У нас компании, которым лет 25 и 30 есть, которые работали там через всю планету, удаленно и прекрасно реализовывали решения. Возвращаясь к Русофту, вы стали председателем МСП комитета. Может быть, какие-то новые направления деятельности, какие-то новые мероприятия? Вот что у вас в планах? Анастасия, вот это вопрос важный. И здесь я расскажу, во-первых, о деятельности, которая в рамках комитета и которая выходит за рамки. Та деятельность, которая в рамках комитета, ну, у нас, соответственно, МСП. И я вижу здесь несколько направлений, которые я уже запустил. Первое – это образовательная программа. Я собираю ведущих экспертов, которых приглашаю провести открытые или закрытые вебинары для нашего сообщества. Если они открытые, то транслирую их на другие ассоциации. Пожалуйста, вы можете приходить, и записи будут выложены. Есть закрытые. Темы самые разные. Это и развитие продаж в этих компаниях, вплоть до того, как оформить правильно коммерческие предложения, как вести переговоры на языке крупных заказчиков, потому что с этим тоже проблемы бывают. Да, у большинства. Есть конкретные вебинары по целевому заходу в определенную корпорацию, по формированию консорциума для участников этого вебинара. Есть вебинары по поддержке, по IT-экспертизе. Достаточно большой план на этот год. Вот это первое направление. Второе – это встречи, онлайн или живые, с крупными заказчиками, покупателями решений. Если говорить про деятельность вне рамок, только комитета и уже в РУСАВТЕ, я инициировал недавно встречу по проблемам переселенцев с Марией Валерьевной Бутиной из комитета Государственной думы по международным делам. Есть действительно такая проблема, что айтишники возвращаются к нам в страну, и у них есть определенные проблемы с переселением. Соответственно, мы это договорились совместно решать. Я занимаюсь налаживанием отношений с другими государственными органами и структурами. И вот это открывает нам новые возможности. Некоторые решения были приняты буквально вчера на Международном технологическом конгрессе, и, вероятно, в этом году мы уже их озвучим. Хорошие отношения складываются с корпорациями, с администрацией президента. РУСОФТ – это большое сообщество, которое слышат, воспринимают, и которое всегда готово поделиться конструктивным опытом, оказать содействие в развитии, наверное, самой сейчас лидирующей индустрии. А проблемы переселенцев, а какие тут проблемы? Они перестают быть гражданами России или в чем? Они приезжают, им достаточно тяжело сходу найти работу, им пройти надо какие-то процедуры документальные, и, ну, например, им нужно, чтобы, ну, как-то легче была эта процедура для них, чем для просто мигрантов, которые приезжают, ну, трудовых мигрантов, обычных из других стран. То есть это все-таки, ну, разные потоки, высококвалифицированные программисты, для них нужно какие-то создать, ну, не то что особые условия, но действительно какие-то варианты, как им легче освоиться здесь, на родине, если они хотят к нам приехать и своим умом включиться в наши проекты. Это люди очень ценные, то есть подключив такого специалиста, он, конечно, дорого стоит, компания может сэкономить десятки миллионов рублей просто за счет того, что к ним пришел сильный эксперт. Спасибо большое за беседу. Состояние сферы IT в России, особенно среди малых и средних компаний, говорились председателем комитета МСП Русофта Виталием Лаженцевым. Увидимся в эфире.